Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Дракон и Всадники Олуха. Ну что, давай заберем наверное все-таки... Ага, найти цветочек. И мы с тобой открыли все-таки это яйцо. Так, давай-ка мы посмотрим. Его наверное еще вывезти надо будет или как? Нет, не надо. И кто это у нас такой? Морекрылка, эксклюзивный дракон. Такого у меня не было. Ага, вот он как будет выглядеть, когда подрастет. Кстати, он может добывать железо, это хорошо. Этот беззаботный дракон проводит большую часть времени, летая вдоль берега и охотясь на рыбу. Правда съедает лишь треть улова, остальное оставляет друзьям, то есть мне. Хорошо. Так, разместить наверное не получится, потому что у меня нет места в нашей деревушке. Надо как-то все это, ребята, расчистить и посадить сюда несколько дракончиков. Так, забираем рыбу, сразу же мы их отправляем на дальнейшие поиски. Так, и нам надо наших драконов, как говорится, прокачивать дальше. Ну что, лети, родной мой, тренируйся. Громорок, то же самое. Пускай летит. Подожди, по-моему тут еще один у нас есть. И это у нас громобой, да, защитник. Тоже его покормим и отправим тренироваться. Замечательно. Так, сегодня мы с тобой должны допройти вот это вот происшествие, да, груз для драконьего края. Обязательно это сделаем. Так, ну сначала откроем пак. Бесплатный. Так, монетки вводим в копилку. И здесь нам выпадает шторморез, отдушитель, громобой и ресурсы. Давай тогда еще и рекламный заодно глянем. Так, монетки вводим в копилочку. А здесь нам выпадет кривет, душитель и кривоклык. И плюс немножко ресурсов. Замечательно. Так, давай посмотрим, что нам принесли легендарные наши драконы. Ну, здесь ничего хорошего. Все там уже давным-давно получали с тобой. Меня, кстати, кто-то в комментариях поправил, что это не зеленая смерть, а красная смерть. Ребят, ну я называю, как здесь написано, поэтому не обессудьте. Одного, короче, мы с тобой отправили. И давай теперь... Да куда ж ты, елки-палки. Ну, Рэй, ну хорош. Давай вот сюда вот. Ага, какие-то грибы. Мухоморы, судя по всему. Ну, и опять же, тусклый янтарь. Пускай дальше идет искать. Ну, а мы с тобой продолжаем. Так, что у нас здесь есть? По обмену давай глянем. Вот, вот это я обменяю все абсолютно. Когда можно обменять за ресурсы, это лучше, чем за руны, согласись. Так, древесина у нас забита. Костолом давай лети тоже. Ищи там что-нибудь полезное для нас. Кривет. Почти 12 миллионов рыбы он добывает нам. Это очень, кстати, хороший результат. Для того, чтобы, ребята, нам открыть новую территорию, нужно 500 миллионов древесин. Ты представляешь, 500. Для того, чтобы это сделать, нам нужно прокачать дравницу полностью. Ну, и лохань. Это уже для того, чтобы прокачивать наших драконов дальше именно по уровню. Так, что нам здесь выпадает? 2 миллиона древесины. Ну, это вообще не о чем, ребята. Кстати, он очень тяжело ищет того самого дракона, которого я пытаюсь найти. Следующего, который у нас идет по списку. Мы можем его отправить в приключение, в принципе. Но я почему-то не хочу, ребята, не хочу. Может быть, его на обучалку? Сколько стоит у нас? 100 лямов. Опускай... Нет, я не могу, потому что здесь нужно академку еще прокачивать. А в академке у нас, да, еще очень долго будут тренироваться. Да, тут вон 11,5 часов. Это потому что я отправил. Если бы не отправлял бы их, я, наверное, смог бы, да, прокачать. Хотя нет. А все смог бы. У меня 250 миллионов, а тут нужно было 248. Как раз бы у меня все хватило бы. Так, давай этих дракончиков с тобой тоже отправим. Грамгильда, что ты нам принесешь? Руны. 6 рун. Маловато, но... Главное, что это бесплатно и на халяву. Кривоклык. Давай-ка, лети в лес. Тоже бесплатно. Барсик, ты там что у нас? Приносишь, наверное... Ага, шестеренки. Нет, чтобы пак мне дать, да? Лети в академку бесплатно. И остается сарделька. Ну-ка. Понятно. Здесь уже наверняка нам выпадет тусклый янтарь, потому что их... Больше шансов здесь получить. Или же... Да ладно, руны серьезные. Ну, спасибо большое. Четыре штуки. Этого как раз хватит нам для того, чтобы отправить его в путешествие. Так, увеличивать награду в приключениях. Конечно, было бы неплохо, но у меня нет столько рун, друзья мои. А так, можно было бы, конечно, скины вот эти новые покупать. Так, поиск. Давай мы его отправим на поиск дракона, которого я уже, наверное, пятый или шестой раз пытаюсь выловить. И он мне все, древесину эту приносит. Ищем мы с тобой граммеледа. Но он почему-то вот не хочет. Можно, конечно, поставить вот три попытки, но, ребят... Опять же, тратить руны на это не хочу. Так, вроде бы здесь мы разобрались, да? Ага, вот тут вот еще не добрали. Пускай летит громобой у нас. Дальше на поиски. Здесь, конечно, ребята тоже, они замочили по 240 лямов древесины. А тут вообще 480 миллионов древесины нужно для того, чтобы убрать камни. Ну и, как ты понимаешь, лес. Чтобы немножко расчистить территорию. Какие-то заоблачные, на самом деле, тут цифры. Ну что, давай, наверное, откроем с тобой пак еще. Редкий, да? Ну-ка. Нам выпадает костолом. Крылатый ужас. Кстати, крылатый ужас я перевел, ребята, в титана. Видите, как он уже выглядит. Очень прикольно. Так, шторморез, громоль, водорез, барс и вепрь. Так, открыть. Начинаем открытие. Пускай у нас это все активируется. Заберем с тобой здесь награды. Так, по обменке, во-первых, блестящий янтарь. Кстати, надо будет посмотреть, сколько вообще у нас уже блестящего янтаря. Может быть, мы что-нибудь да прокачаем себе. Какой-нибудь новый перк. Так, давай здесь с тобой вымпелы эти получим. И вот здесь еще. Отлично. Закрываем. И давай-ка мы посмотрим. Что я хотел глянуть? Я уже забыл. Так, ну, брюхоглот у нас уже есть. Тысячу мы уже с тобой вымпелов накопили. Единственное, что я, наверное, могу в ближайшее время насобирать, это на землехвата. На редкого. Так, и янтарь. Да, мы хотели глянуть, сколько у нас общего количества янтаря. Пятьдесят шесть. Вот оно как. Пятьдесят шесть. Я могу изваяние быстрых когтей. А что оно дает нам? Это оборона Олуха. Изваяние бойца Олуха дает нам плюс десять кубков. Окей. Ну, лучше, наверное, накопить все-таки тогда девяносто светлых янтарей, чтобы у нас действительно стоящая была прокачка. Я так, ребята, склонен делать. Ну что, вроде бы все. Можно идти дальше. Проходить. Происшествие, да? Ну-ка, давай, давай. Ну, где ты там? Вот оно. Так, а что тут вымпелы показывают мне? Сезон отепель весенний, скоро закончится. Загляните на рынок Олуха и обменяйте свою валюту. Вся валюта пропадет после окончания сезона. А сколько еще длится? По-моему, ребята, пару деньков-то обязательно будет длиться. Ну, а мы с тобой идем на груз для драконьего края. Сейчас попробуем здесь разобраться. Пройти за сегодня. И, конечно, ждать следующей событий. Так, у нас здесь вот он. Ужасное чудовище фиолетовый. Ну-ка, всыпем. Нормуль. Понизим ему броню, чтобы не выпендривался. И укусим. Сейчас он кого-то кусанет. Наверное, опять Сардель. Ой. Почему я его назвал Сардель? Извините меня, нашего Барсика. Тут, кстати, всего две волны и... Фух. Родную. Родную-ка, сейчас мы тебя быстренько здесь... Да, наверное, вот так вот сделаем. Слушай, а нам надо было, наверное, с тобой немножечко по-другому здесь сделать. Так, раз, два. Сейчас они вдвоем сходят. Этот 100% будет сейчас фаербол свой влеплять. Хотя нет, уже не будет. Потому что этот потратил суперудар. Так, у нас мало здоровья. Можно вот так вот, в принципе, сделать. Чуть-чуть отхилимся с тобой. Сейчас что-то будет. Ага, ты понял. Он тоже, ребята, сделал отхилл. Массовый причем. Так, гром, успокойся. Опять он, ребята, куда-то там исчезает. За кадром я его не вижу. Мы можем с тобой сделать либо отхилл, либо потом сделать слепоту. Давай, наверное, слепоту все-таки сделаем. Пускай он поработает на нас. Вот таким вот образом. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Давай фаербол. Молодец, красавчик. То, что нужно. Ну, тогда, ребята, все, ему кранты. Он под слепотой ничего нам сделать не сможет, а мы его, я думаю, что сейчас уже добьем. Ну-ка. Ну и Кривоклык его доедает. Все, ребят, первая победа за нами. И двигаемся дальше. Крутим с тобой колесо и смотрим, что он здесь выводит. Древесина. Ай-яй-яй, а могли бы оставиться на паке. Но с моим везением, как ты понимаешь, этого не дано. Ну что, 100 рун мы с тобой забираем. Это очень неплохая награда, если честно. И идем с тобой на мини-босиков. После них мы получим с тобой пак. А там уже у нас, как видишь, идут вымпелы. И общее их количество будет 600 штук. Посмотрим, что мы там с тобой сможем приобрести. Так. Громорок. Ну, естественно, будем вздушительно начинать, потому что нафиг он нам здесь нужен. Со своими мощными атаками. Причем здесь уже три волны. Так что, ребят, нужно аккуратненько проходить. И, как говорится, побольше сохранить нам здоровье. Он что творит, а? Супостат. Завалили. Так. Давай, наверное, мы обычненько будем его пока пинать. И я хочу, знаешь, что сделать? Отхил. Смотри, что это делает, а? Давит. Давит. Моего штормореза. Ну-ка. Ну, неплохо, да? 340 в плюсике к хп. Так, но он на этом не становится, естественно. Ага, он решил хинуться. Плюс повесил на себя защиту дополнительную. Я ему, естественно, ее уберу. И добью. Так, третья волна. А, вторая только. Люди, о-моё, что-то я разогнался-то. Третья волна, ага. Мы еще со второй даже не справились. Давай, наверное, я все-таки сделаю вот так вот. Сейчас вдвоем сходят эти пристеголовые. Смотри, что творит, а? Одного съели. Так, тут нам, наверное, надо будет, знаешь, что делать с тобой? Массовый отхил. Поэтому пока прибережем энергию. Ну, что ты там собираешься делать? Ты посмотри, что творят, а? Блин. Слушай, выжил. Я думал, что они сейчас его будут бомбить. Нет. Они не стали. Так, ну что, я так понимаю, одного мы сейчас с тобой уберем. Это 100%? Так, мы хинулись. Есть контакт. Хорошо, что он переключился. Не стал бомбить моего штормореза, потому что у него, как ты видишь, пониженная броня. Он бы наверняка его смог бы уничтожить. Давай еще раз вот так сделаем. Прекрасно. И добивка у нас идет. Давай-давай, кривоклык. Так, и кто у нас тут? Ох, е-мое. Два мини-босса. Ядрить, макарить. Это, ребята, у нас душители. Ой-ой-ой. И тут еще у вас... Блин, как быть-то? Давай, наверное, так все-таки попробуем. Блин, пониженная атака, поэтому сам видишь. Вот, смотри, что сейчас будет. Это мы пережили. А сейчас будут два плевка. 100% тебе говорю. Нет, значит, один плевок. Но мощный, да? Так, под гипноз взял. Только одного почему-то. Ха. Ладно. Мне нужно хотя бы одного быстренько уничтожить сейчас. Да чтоб тебя. Блин, они же потом раскатают меня. Ладно, я рискую, ребят. Так, вострозуб, куда сейчас будет бомбить? Ну, понятно. Сейчас один из них наверняка добьет мне барсика, да? Так, точно. Ну и этот кого-то кусанет. Все, ребята, теперь нам нужно с вами... Сделать, наверное, вот так вот. Хильнуться по-любасику здесь нужно. Так, не забываем, что вострозуб будет... Бегать и глушить своим мостом. Но вот это все-таки противнее всего. Видишь, что делает? Ай-яй-яй. Я на это не рассчитывал. Я думал, что он все-таки просто укусит. Он потратил из-за этого энергию, ребят. Да чтоб вас, а! Ну что ты там собрался сейчас делать? Просто кусанул. Давай тогда уничтожать его. Достал он на самом деле здесь. Так, а вострозуб, естественно, будет сейчас разбегаться и бомбить. И мне кажется, что это будет шторморез. Твою ж дивизию. Так, слушай, ну он ватный. Он ватный. Он, конечно, добьет штормореза, но и кривоклык добьет уже его. Так? Так точно. Главное, что я не потратил здесь свои вот эти вот ресурсы, ребята. Ну что, крутим колесо и смотрим, что он здесь выпадет. Давай пак вот этот. Нет, все-таки рыбу. Но здесь, ребята, приличное количество рыбы. Почти 100 лямов. Это нормуль. Это тебе не 2 миллиона, да? И не 4. Это все-таки 87. Так, забираем с тобой пак. Стоп. Подожди секунду. А почему это у меня всего лишь 2 энергии осталось? Мне не хватит, ребят, тогда. Это вот здесь бой будет и здесь. Зашибись. Я вроде бы не проигрывал, да? А когда мы начали, у нас что, было 4 энергии всего лишь? А куда... Куда 5-ая-то запропастилась? Не успела накопиться. Получается так. Плохо. Ладно, давай попробуем здесь разобрать. У нас... Ага. Злобный змеевик встречает. Тут опять 3 волны. Ну что же, поехали. Вот как он начинает. Окей, парнишка. Блин, вот барсик очень хорошо разбирает синих. Мне это нравится. Что он сейчас будет чудить? Блин, вот это плохо. Это надо было, ребята, сделать, чтобы захилять мне моего кривоклыка. Ой-ёй-ёй. Скалотрясик, 15 уровня. Ребят, надо срочно его уничтожать. Мы все прекрасно знаем, на что он способен. Даже этот не так страшен, как именно скалотряс. А он сейчас звездонет, ребят. Ну просто укусит. Хорошо, что не начал кувыркаться здесь, как он обычно любит делать. Так, мы его добиваем. И здесь, наверное, мы прибережем немножко энергии. Сейчас что-то будет, ребята. Сейчас он... Вот так. Значит, у нас есть с тобой момент на отхил. То есть мы восстановим себе немножко здоровья. Поехали. Почти фулл хп у всех. Да чтоб тебя, ты посмотри как. Один плевок, ребята, и пол хп как будто не бывало. Последняя волна. И здесь у нас душитель. И вострозуб. Естественно, нам нужно вот с этого начинать. С мелкого поганца. Хотя, знаешь, мы, наверное, сделаем вот так лучше. Так, сейчас будет вострозуб, потом душитель. Душитель, как всегда, сейчас будет плевок свой делать и 100% в барсика. Ага, вон как. Тогда даже лучше получается. Понижаем ему броню. Делаем укусики. Бежать он пока не сможет, потому что энергии у него не хватает. А вот мы, скорее всего, его сейчас разберем. Или же нет. Ну, давай вот так вот сделаем. Ать, все-таки сейчас, ребята, кого-то оглушит. И кто это будет? Это у нас шторморез. Но, главное, победа. Так что, ребята, едем дальше. Давай-ка посмотрим, что у нас здесь выпадет. О, плод мудрости? Нет. Нет, все-таки на древесину перепрыгнуло. Плохо. Ну что, у нас с тобой одна энергия всего лишь остается. То есть мы урвем с тобой еще 200 вымпелов. Но я-то думал, что мы сегодня пройдем полностью. Хотя сколько там времени, ты не смотрел? Сколько времени у нас будет с тобой копиться? Если там, например, 15-20 минут, можно было бы подождать, в принципе. Да, и не делить серию. Так, тихо. У нас тут, кстати, с тобой проблемы. Во-первых, кревет плюс громоль. Это все нужно быстренько уничтожать. Просто моментально. Так, ну я думаю, кревета мы с тобой все-таки расписать успеем. Сейчас, если он не будет ничего делать. Отлично. Так, змеевик, успокойся. Ох, больно было. Уничтожили. Так, здесь нам, наверное... Слушай-ка, мы можем сделать вот так с тобой? Я просто, знаешь, что боюсь? Если он сейчас сделает... Если громли сейчас сделает свой фаерболл, как бы у меня здесь ребятульки не расплавились. Особенно вот Барсик и Кривоклык. Нет, слава богу, этот потратил. Так, смотрим. Ух. Твою дивизию. Твари, что творит, а? Давай вот так срочно отхиливаемся. Замечательно. Ну и теперь берем в разработку именно громли. Так, он сейчас опять накопит три энергии. Да, и, естественно, звездонет опять своим фаерболлом. Он такой шанс упускать не будет. Видишь, что творит. Но мы его все-таки успеем забомбить. Да, друзья мои, прекрасно. Жалко, что... А! А че это я... А че я, ребята, так лопухнулся? Сейчас неужели Барсику уничтожат? Ё-моё! Это только лишь вторая волна. А почему я... Подумал, что у нас с тобой уже идет, как говорится, к завершению? Вот это я лопухнулся на самом деле. Так, ладно, раз такая пляска... Ну давай вот так, наверное, с тобой сделаем. В общем, тут нам с тобой остается только один вариант, ребята. Глушить их. Глушить именно... ...отхилом. Для этого нам придется с тобой потратиться здесь. Вот так вот. Сделать вот таким вот образом. Естественно, восстановите мне немножко здоровья. Уклонение, отлично. Кого-то нам нужно добить как можно быстрее. Видишь, опять же, пониженная атака здесь. Давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Сейчас они сходят здесь вдвоем. Так. Ты смотри, что творит, а! Минус один. Неужели добьет? Слава богу, он не туда начал бомбить. Так, Змеевик. Давай-ка я все-таки, наверное, хилю нашего Кривоклык. Сделаем вот так укусик. И дальше можно, в принципе, вот так вот сделать, да? Массовой атакой. А с другой стороны мы можем с тобой сделать вот так. Просто укус. Ой-ой-ой. Так, мы его все-таки просто обычно добьем. И уже на следующей волне будем с тобой применять массовый хил. О-хо-хо. Вот здесь я, походу, делаю все ресурсы и потрачу. Блин, у них преимущество, опять же. Твою налево. Ну как вот тут, ребят, с ними драться? Я не знаю. Раз, два, три. Они сейчас втроем сходят. Естественно, тут очень много здоровья отнимут. Мне не хватает, конечно же, моего дракончика. Третьего. Нет. Ну вот, ребята. Все пошло на смарку. Все пошло на смарку. Так, если мы с тобой сделаем... Ну, давай, короче. Сейчас будет ходить вот этот вот буржуй. Он красный. Соответственно, он будет наносить усиленный урон по зеленым. Смотри, что творит, а. Хорошо, уклоняй. А этот сейчас опять, да? Ну вот, что он творит, ребята. Вот что он творит. Блин, неужели вот так вот и придется все время нам с тобой отхиливаться? Все пошло не по плану. Абсолютно не по тому плану, который я хотел. И он кусает именно этого. Он же очень мощный, жирный. Его фиг пробьешь. Тем более, он отхиливаться будет. Да ты, да, запарил он специально. Ребята, я хотел сейчас сделать массовый отхил на нас, на всех. И не шиша, блин. Он вешает свою вот эту вот фигню, блин, не моту. И сейчас, видимо, да, нам ушатают. Ну, понятно. У них еще инициатива офигенная. Ну, что, кривоклык, все, доплясались, блин. Что теперь мы будем делать? Я не знаю, ребят. Я не знаю, что мы тут будем с тобой делать. Проигрывать? Вот что. Я офигею. Нафига я тогда потратил вот это все? И энергии нету. Твою налево, блин. Меня это прям взбесило. Короче, через три часа, ну, через три с половиной часа у нас с тобой появится одна энергия. Но это, чтобы пройти вот этот вот, да? Еще босс. И состав я хочу поменять. Нафиг. Так, убираем с тобой этого. Берем обратно нашего ветрокрыла. Сюда. Ну, в принципе, вместо барсика, наверное, можно взять. Было бы, конечно, штормореза. Но тогда нам придется с тобой делить энергию. Нам придется либо мы замораживаем, либо отхиливаемся. Сам понимаешь, да? Так, кривет, ты что, улучшиться хочешь? О! Слушай, он получает тринадцатый разряд. Слушай, ну это круто. Тринадцатый разряд. Это зашибись. Так, здесь нужен пятьдесят первый уровень, чтобы его прокачать дальше. Ну что, ребята, у нас с ареной как-то сегодня не очень все гладко получилось. Точнее, с испытанием, с событием. Я думаю, что мы его сегодня пройдем. Но не тут-то было. Видишь как? Игра мне сказала, закатай губежки обратно. Тебе сегодня не пройти. Хорошо, давай пойдем с тобой тогда на арену. У нас все равно тут есть местечко. Да и в конце концов, мы с тобой в тот раз пак не получили. Второй. Поэтому сейчас мы его будем забирать. Да, такой вот осадочек остался, ребята, у меня по поводу происшествия. Давай, поехали. И в принципе, там ничего не было сложного. Просто я немножко пожалел, ребята, ресурсов для того, чтобы отхилить нашего Барсика. Ну, видимо, из-за этого мы и сфилились. Смотри, что они творят тут, а. Что они здесь творят? Естественно, Барсика мы сейчас с тобой, наверное, потеряем. Уничтожил того, скорее всего, Костолом. Не добил. Тогда и этот добьет. Да надо же. Какое везение. Он промахнулся. Ну-ка. А еще вот так. Да что б ты? Лучше б ты кританул. Е-мое. Ну, кривоклык. Я удивлен, что этот ничего не стал делать. У них полностью энергия, ребята. И он даже не стал делать свой разбег. Удивительно. Тогда мы сделаем сфилы вот так. И слепоту повесим. Да-да-да-да-да. Ты поздно-поздно, парень, проснулся. Надо было это делать раньше. Сейчас уже, как говорится, после драки кулаками не машут. Верно? Так, что ты там задумал? Фигушки тебе. Зачем нам понижать, если у него и так уже пониженная защита, да? Мы лучше сделаем вот так. Все, хлопчик, ты наш. Ты никуда не денешься. Хоть ты тут бегай, хоть ты тут танцуй на голове, тебе ничего не поможет. Понижаем. И, скорее всего, добиваем. Вот так вот. Отлично. На арене это у нас первая победа. Ну-ка, что у нас тут? 16 уровня. Ну, я буду, наверное, начинать с прихвостня. Этому все равно нужно 4 энергии для того, чтобы сделать свою массовую атаку на заморозку. А вот сейчас мы с тобой прихвостня-то как раз и уничтожим. Ну-ка. Минус. Так, теперь, я не знаю, либо сардельку... Нет, наверное, все-таки... Тихо ты. Наверное, все-таки будем с тобой вот этого разбирать. Кстати, сейчас... Будет заморозка. От ветрокрыла. 100% тебе говорю. Естественно, он этот момент не упустит, друзья мои. И это плохо. Это очень плохо. Смотри, что творит. Если мы с тобой сделаем вот так... Блин, мало, конечно, хильнулись. Но нам нечего делать. Нам нужно продолжать... Драться. Так, хорошо, что он приключился. Поехали. Сюда. Твою налево. Он сейчас опять будет, ребята, нас замораживать. Да чтоб тебя, а. Ой-ой-ой. Ну что? Думал, сейчас он все-таки бомбанет сюда. Уничтожаем его. Прекрасно. А он сейчас уничтожит... А как же мы тогда будем... А как мы будем, друзья мои... А, ну если только через слепоту... Так опять же. Ну, он сейчас промахнется, да. Я сейчас сделаю ему укус. У меня не хватит энергии, ребята. Не хватит энергии его... Завалить. Потому что это последний раз он делает под слепотой. У меня энергия не накапливается. Я просто ему делаю укус. Ну, а он, естественно, сейчас двойным ударом меня ушатает. Что за дела такие? Пошли, а, ребят. Ну, свэлились, короче. Ну что, давай продолжать с тобой их бомбить. Здесь тоже, кстати, командочка. Ё-моё, выпала нам тоже. Ну, давай сюда, наверное, тогда начнем. Вот два противных, а. Смотри, что делает. Понизил броню. Естественно, ребята, а шторморез у меня становится просто ватником. Даже Громоль... Он бы мог его уничтожить, наверное. Смотри, что творит, а. Давай вот так сделаем. Немножко восстановимся без здоровья. А этот сейчас будет... Ну, естественно, ребят, ну... Фиг он этот момент упустит. Мы теперь под гипнозом. Сейчас будем ерундой тут страдать, судя по всему. Ну, давай, Барсик. И ты, кусани вот этого. Ага, кусани. Промахнулся. И это хорошо, ребят. Отлично. Значит, мы с тобой сейчас душителя уничтожаем. Ну, а потом уже и Громоль. Гаденыш, зацепил все-таки, да? Ну, что же, парень. Вот тут-то мы тебя как раз и сделаем. Так сказать, на повороте уроем. Поехали. Сюда. Плюс укус. Он под слепотой, поэтому не боимся. И добивка. Отлично, ребята. И, по-моему, если не ошибаюсь, мы с тобой сейчас забираем пак. Да, вот он, родной наш. Давай посмотрим. Шторморез. Шепот смерти. Так, душитель. Кревет. Костолом и водорез. Плюс громорок. И беззубик. Одна карточка на него выпала. Ох, елки-палки. Пещерный скалотряс. Чемпион. Да, нам бы еще две карточки, и мы бы смогли его прокачать на 10-й разряд. Ну что, друзья мои, раз еще есть один пак, я думаю, что стоит подраться. Да, за него. Заодно мы с тобой набираем кубки, не забываем об этом. А кубки нам дают переход в следующую арену. Так. Неплохое начало, я тебе скажу. Очень неплохое, блин. Кревет, скалотряс. Замечательная просто подборочка нам выпала здесь. Ну, естественно, естественно, начинаются у них тут бзики. Давай попробуем, наверное, вот так вот. Быстрее нам нужно его ужатать. Потом, конечно, кревет. Должен идти в разработку, блин. Нифига, он еще и усиленную атаку себя влепил. Хотя бы так сделаем, да? Так, а тут нам... Хочешь, не хочешь, ребят, а придется вот так делать. Он сейчас кого-то ужатает мне. И это будет барсик. Так, ты что будешь делать? Понял тебя. Добиваем. Так, ребят, готовимся к оглушению. Потому что он сейчас побежит. Он побежит. Броню понизим ему. На всякий, так сказать, случай. Давай, давай. Ну, здесь мы выживем. Он оглушит, конечно, но... Не убьем. Так, сейчас будет бомбить хвостом. Ага, он решил хильнуться. Ну и зря, парень. Ну и зря. Хил тебе ронным счетом ничего не дал. А вот то, что мы тебя в слепоту взяли, сейчас просто расчехлим. Моментально. Так, ну что, давай последний ударчик. Я сделаю вот такой вот. Прекрасно. Ну-ка, ся. Начнем с этого. С центрального. Да, я думаю, с него лучше начать. Блин, шестнадцатого уровня, ребят. Он довольно прикольно бомбит, когда у него именно высокий левел, да? Да чтоб тебе. Вот они всегда начинают так. Я не понимаю, почему именно Барсика все время валят, а? На постой его бомбят. Видимо, он сам по себе хоть у него уровень высокий, да? Но он ватный, что ли? Ну, что ты там хочешь сделать? Добить. Естественно, он хочет добить, ребята. А вот тут уже проблема. Ты спросишь, какая, а я тебе отвечу. Сейчас нас будут замораживать. Да-да, нас будут сейчас тут морозить. Пуще прежнего. Если этот, конечно, нет, он не стал тратить энергию, а вот этот, этот воспользуется своим шансом. Вот именно этим меня он раздражает, ребята. Хорошо, что он промахнулся, кстати. Давай-ка мы с тобой вот так сделаем. Отлично. Так, у них двойная энергия, да? Подключается скоро. Но я успею. Сделаем с тобой таким вот образом. Готовимся опять же к заморозке. Потому что энергия у него накапливается, а он сейчас будет делать массовую атаку. Но мы ее должны пережить. Блин, насчет... Не знаю. Кривоклык точно, по-моему, не переживет. Ага. Вот так он стал делать. Теперь у меня вопрос. Кого он сейчас будет бить? Спасибо. Хоть не добил. Офигли это спасибо, ребята. Ну-ка попробуем это сделать так. Е. Ху. Я думал, если не добьет, он нас опять бы начал морозить. Но все обошлось. Ага. Здесь, смотри, у нас 17 уровень на Громле. Что будем делать? Блин, он еще и красный. Ладно, попробуем сейчас разобрать его, в первую очередь. А там будет видно. Так, он сейчас опять кому? Барсику достанется, как всегда? Ну, конечно же. Лютый ненавистник Барсика он, кстати. Так, а вот здесь вот, наверное... Блин, они, по-моему, оба фаерболами, да, бомбят? Хотя это у нас сарделька. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо. Какая сарделька, е-мое? Это Громль. Так, если я сделаю таким образом... И зачем? Что это мне даст? Ничего это мне не даст. Ровным счетом, давай, наверное, все-таки... Готовимся, ребята, к фаерболам. Ну, тогда вот этот сделает. Я уж думал, что все, крышка нам будет. Эээ, сделаем так. Так, а этот отхил нам, ровным счетом, ребят, никак не поможет. Знаешь почему? Потому что он сейчас все равно сделает свой фаербол и, скорее всего, уже добьет штормориза. Нет? Ты серьезно? Я-то думал, что он сейчас, ребят, звездонет, как полагается. Но нет. Значит, нам повезло. Сейчас он, конечно, применит его рано или поздно. Почему-то не делает. Ну и фиг с тобой. Разбираем, короче, ребята, его. Прекрасно. Ну, вот он и второй пак вождя. Кревет. Шторморез. Душитель. Водорез. Так, шепот смерти. И сарделька. Тысячи лет ее не выпадало. И вот она решила... Ух ты! Ветрокрыл тут решил выпасть. Сегодня, ребята, какой-то прям шок у меня. Две аренки прошли. И в двух паках мы выпали... Достался нам... Первый... Это кто у нас там был? Беззубик, да? А, скалотряс. И вот сейчас вот выпал у нас... Короче, ты сам видел, кто у нас выпал. Так, ну что, ребята, добираем с тобой награды. Десять рун. И все, судя по всему. Естественно, мы с тобой в следующей серии. Полюбасику должны будем набить события. События. У нас с тобой еще два дня, слава богу, есть в запасе. Так что мы допройдем. Никуда он не денется у нас. И будем, конечно же, ждать, когда у нас с тобой... По уровню прокачается лохань. И дровница. Зачем? Ну, за тем, чтобы, ребята, мы могли с вами... Собрать достаточное количество... Ресурсов. И уже... Открывать новую территорию. Ну и надо будет потихоньку уже драконов... Прокачивать на 85-й уровень. Но для этого нам нужно будет прокачать с тобой академку. Только после этого все у нас получится. Так, давай еще одного дракона отправим с тобой. На тренировку вот этого вот сморчака. Пускай идет. Ну что, друзья мои. А на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!